В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины Ты один мне, поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый, свободный русский язык Не будь тебя, как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома Всем привет, с вами Лурк, и я тут давеча задумался вот о какой штуке В России все мы разговариваем и переписываемся на одном и том же языке У нас нет такого, что люди с севера и юга друг друга не понимают, как это может случиться, скажем, в Италии Но бывает так, что два человека встречаются, смотрят на одну и ту же вещь и называют ее совершенно по-разному Например, москвич говорит подъезд, а петербуржец парадная Подобные слова свойственны людям из разных регионов и называются они регионализмами Или вот еще какой пример, в моем родном городе Ярославле люди, говоря слово баллон, подразумевают трехлитровую банку У вас с этим словом могут быть другие ассоциации, а в Ярославле они именно такие С появлением нашего с вами интернета многие регионализмы ушли гулять по нашей необъятной К примеру, всем вам известные питерские регионализмы поребрик, парадная и шаверма Ну или совсем знакомое слово банчить, которое означает продавать, родом вообще из Свердловской области Почему вообще существуют регионализмы, а также почему люди продолжают их использовать? Иногда людям из одного региона нужны уникальные слова или выражения, чтобы описывать свою среду Так же, как представителям одной профессии, скажем К примеру, в Ханты-Мансийском округе и Коме актуальны лежневки Это такие колеи из деревянных брусьев, врытые в грунт В Карелии ламбушки, это небольшие озера, образовавшиеся на месте болот В Бурятии позницы, в которых готовят национальное блюдо позы Но и самые обычные общие смыслы могут получать разное обозначение в разных местах Вместо тяжело работать, в Липецкой области могут сказать вмахивать В Воронежской брушить, в Кировской горбатить, в Белгородской мантулить В Иркутской и Сахалинских областях и в Хабаровском крае копытить В Томской области и Хакассии колымить В Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях пырять Большая часть этих слов это старые диалекты народов, проживавших на территории нашей страны Но новые регионализмы появляются и в 20 и 21 веке Например, бывает так, что в регионе появляется какая-то местная фирма И ее название становится нарицательным словом Обозначает все продукты, подобные тем, что производит эта компания Такие случаи встречаются и в общей языковой истории Например, слово Ксерекс произошло от названия американской фирмы Ну или Геркулес Это была советская марка овсяных хлопьев Но сейчас большинство говорит геркулесовая каша Кто бы ее не изготавливал Я благодарен ребятам из Яндекса за то, что ко дню русского языка 6 июня 2021 года Они подготовили совместно с лингвистами института русского языка РАН Исследование о регионализмах И опубликовали его в своем блоге Цель была простая Выяснить, как говорят люди в разных регионах России Мне задумка понравилась И вот вы видите ролик на эту тему Все источники находятся в описании Рекомендую к прочтению Не забывайте подписываться на меня, если до сих пор по какой-то причине не подписались Это очень важно Заранее спасибо Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok